В этом году крупная производственная компания строительных материалов «Экатон Плюс» вошла в топ 30 национальных чемпионов страны. Заводу нынче 11 лет. По правилам холдинга «Байти Реки» и компании «Маккензи» мы вошли в тридцатку лучших предприятий Казахстана. То есть достигли определенного успеха и на сегодняшний день мы являемся национальными чемпионами. То есть мы должны думать не только о казахстанском рынке, а о выходе уже на рынок соседних государств. Повышать бренд казахстанского производителя. В первые годы происходило становление предприятия. Газоблоки, выпускаемые столичным заводом, начали пользоваться спросом, постепенно приобретая популярность у компаний-застройщиков. Стабильное развитие, уверенный темп производства позволило акционерному обществу за 5 лет с 2010 по 2014 годы на 300% увеличить чистую прибыль. Доход от реализованной продукции в 2014 году составил 6 миллиардов тенге. Наш материал, в первую очередь, он выпускается на оборудование немецкой фирмы. Отличительная черта этого оборудования, она изготовлена и монтирована по высшим европейским стандартам. Высокоточное оборудование, то есть минимум вмешательства людей, очень высокий уровень автоматизации производства. В производимом материале доля казахстанского содержания составляет 95%, за исключением алюминиевой пудры, поставляемой на базу предприятия из России. Первым делаем песок, у нас свой карьер, Кургальжуно, Акмуринская область. Цемент мы берем, джамбульский гипсовый завод большой есть, джамбул-цемент, гипс у нас тоже, джамбульский завод, джамбул-гипс. Известь берем Майкаин, Павлодар. В принципе, основное сырье практически весь наш отечественный производитель. Если сырье природное, значит оно безопасно для здоровья. Впрочем, строительная продукция казахстанского завода имеет целый ряд преимуществ. Гипс, известь, цемент, то есть это все природные чистые материалы. Есть коэффициенты экологичности, поэтому коэффициенты экологичности, самый высокий коэффициент, это у дерева единица. Приближенный к дереву, коэффициент нашего продукта, то есть двойка. Мы в основном выделяем 8 качеств, это то есть первым делом экологичность. Второе, быстрота стройки, то есть он по своему объему, меньший затрат на труды, как говорится. Также теплоемкий материал, теплоизоляционный материал, пожаробезопасность, водонепроницаемость. То есть воду вообще не поглощает. Газоблок по сравнению с кирпичом очень легкий материал, поэтому поставить стены дома двум строителям за недельный срок не составит особого труда. Для частного сектора это вообще огромная находка, то есть частники строят одно двухэтажное домо, ну трехэтажное, несущие способность до 5-6 этажей. И самое главное, он очень теплый, во-первых. Во-вторых, насчет теплоты я вам скажу, что по стандартам 72 сантиметра силикатного кирпича надо строить толщину стены. Наша по теплопроводности заменяет 27 сантиметров. Для сравнения силикатный кирпич вес полторы тонны, а вес нашего газоблока одного куба 500, ну максимум 600 килограмм. Представляете, тоже два с половиной раза легче. Вот на этапе только фундаментом нужен цемент, а в остальном сейчас очень много клея. Крупные застройщики для возведения многоэтажек используют газоблоки столичного завода. Чтобы покрыть спрос потенциальных заказчиков, приходится поставлять продукцию из октябринского предприятия. Напомним, компания имеет два завода. Первый был открыт в Астане в 2004 году, а через два года в октябре стартовал второй. Сейчас у нас производственная программа суточная составляет 650 кубических метров. Типоразмеры нашего газоблока – это 100, 200, 300 и 400 миллиметров толщиной у нас, так сказать, стеновой блок. Б-100 у нас используется для перегородки, перегородочной он является. Б-200, Б-300 и Б-400 – это уже для наружных стен. В высокотехнологической линии первым делом у нас отличие, то есть габариты нашей, размеры, высокая точность наших размеров. И само по себе, сама технология называется козобетонные изделия автоклавного отвердения. То есть у нас, в отличие от других мелких производителей, у нас высокотехнологическая линия автоклавного отвердения, немецкая линия. Продукция предприятия за высокое качество становилась обладателем премии «Алтмсапа» в номинации «Лучший товар года» в 2011 и 2013 годах. Компания со дня старта была очень требовательна к себе – завоевать качеством и ценой рынок Казахстана. Теперь эти задачи, но более масштабно, в рамках ЕАЭС нужно реализовать, над чем сегодня предприятие работает с сотрудниками почти в 400 человек. Планы на предстоящие годы связаны с увеличением производственных мощностей за счет модернизации оборудования. Освоение новых энергосберегающих технологий поможет свести к минимуму затраты на электричество и газ. Все это вкупе создаст высокотехнологичное производство к 2018 году. Товарищество с ограниченной ответственностью «Стандарт Бетон Компани» имеет долгосрочную программу развития кластерного производства, над которой работа сегодня ведется. Если в прошлом году был запущен бетонный завод, то буквально месяц назад открылся арматурно-оформовочный цех, где на специальной машине выпускаются железные конструкции. Цех по ловушке ЖБИ производит около 120 свай в сутки. На сегодняшний день наш завод выпускает 1500 кубов бетона. В принципе, завод новый, мощность хорошая. Планируем работать на полную мощность. Мы только начали работать, буквально первый год на рынке. Планируем увеличение, нас только узнают. Ну, заказы есть, хотелось бы больше. В данный момент рабочие заняты изготовлением свай в количестве полутора тысяч штук. За 10 дней нужно выполнить заказ, поэтому работать приходится, засучив рукава. Надо сказать, основное сырье, используемое на предприятии для стройматериалов, казахстанское. Руководство предприятия понимает, что на рынке производства стройматериалов большая конкуренция. Чтобы выдержать ее, нужен стратегический план. По дорожной карте бизнеса 2020 мы планируем купить щебеночные и песчаные карьеры. Если эту идею воплотим в реальность, то цена на выпускаемые нами строительные материалы будет ниже, чем сейчас. В этом направлении мы ведем работу. Сегодня завод выпускает 6 видов бетона, начиная от марки 100. Предприятие имеет большую мощность. В сутки оно способно произвести 4000 кубов бетона. Пока завод отпускает в день до 700 кубов. По программе «Дому» мы получили кредит на приобретение собственных вагонов. Ими мы намерены поставлять цемент на базу. Начиная с 2016 года, руководство предприятия планирует вести строительные работы в Астане. Поэтому сначала был запущен бетонный завод, затем цех по изготовлению железобетонных изделий. Не исключается увеличение ассортимента строительных материалов. Около 4 гектаров территории завода позволяет воплотить в реальность идею, связанную с выпуском кирпичей. В данный момент на заводе работает около 60 человек. Запуском новых производств и увеличением объема продукции работой обеспечат еще 40 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова